Снэпдрэгон 821 Если Xiaomi решили попутно исправить многие ошибки, допущенные в своем Mi 5 при выпуске Mi 5s, то ребятам из OnePlus справить было практически нечего. Они добавили чуть тонера в краску, воткнули в смартфон новый процессор, немного увеличили батарею и вуаля, перед нами новое устройство, которое называется OnePlus 3T. Давайте разберемся, сработал ли этот простой рецепт счастья и стоит ли переплачивать за обновленную версию и без того хорошего смартфона. Встречают обычно по одежке, поэтому знакомство со смартфоном начнем с его внешности. Единственное отличие в дизайне от OnePlus 3 это цвет. Тон стал чуть темнее, но без сравнения с братом-близнецом вы этого не поймете, в остальном корпус остался прежним. Он все так же сексуально выглядит, все так же не имеет ни единой лишней линии в дизайне и все так же приятно, как для лопаты лежит в ладони. Короче говоря, я не могу сказать, что не изменив ни капли оформления смартфона, китайцы поступили неправильно. Ведь в OnePlus 3 было применено очень много мудрых дизайнерских решений и хорошо, что они перекочевали в обновленную версию все без исключения. Для тех, кто проспал наш обзор OnePlus 3, отмечу парочку из них. Во-первых, несмотря на то, что корпус тонирован в темно-серый цвет, он практически не собирает на себе грязь. Во-вторых, миниджек находится, как и положено, на нижнем торце, что позитивно влияет на удобство использования смартфона в паре с наушниками. Ну и в-третьих, на левой грани имеется трехпозиционный переключатель уведомлений, а сканер отпечатков пальцев живет опять-таки на положенном месте, прямо под экраном. А теперь давайте подробнее о двух последних элементах. Триггер имеет три положения. Первое – беззвучный режим, второе – только приоритетные уведомления, и третье – все. Как постоянный пользователь аналогичного механического переключателя на iPhone, могу сказать, что штука очень удобная и полезная. Рекомендую. Дактилоскоп, в общем-то, тоже радует. Он встроен в сенсорную кнопку Home и постоянно находится в ждущем режиме. Стоит приложить ваш пальчик, и смартфон тут же становится доступным к использованию. Из недостатков лично мне приходит на ум разве что здорово торчащая камера в полированном кантике, которые при небрежном использовании быстро покроются царапинками. Все остальное здесь сделано очень хорошо, и лично мне придраться к внешности устройства больше особо и не за что. Буквально пару слов об эргономике. Перед нами классический фаблет, которым на первых порах сложно управлять одной рукой и постоянно приходится перехватывать. На ходу писать смс или пытаться найти в гугле что-то нужное – задача не для слабонервных. Но с другой стороны, играть или смотреть кино на таком аппарате очень комфортно. Как говорится, у каждого решения есть как достоинства, так и недостатки. Переходим к дисплею. Устройство оборудовано 5,5 дюймовой AMOLED матрицей с Full HD разрешением. Минимальный порог яркости, если честно, не лучший на рынке, но его хватает для комфортной работы с дисплеем в темноте. Максимум же достаточно высок для того, чтобы не вызывать и малейших поводов для недовольства. В зимний солнечный день картинка на экране остается 100% начитаемой. Углы обзора типичны для светодиодных панелей, идеальные картинка выглядят как подсвеченная наклейка и не искажаются при наклоне. Экран по умолчанию обладает перенасыщенной цветопередачей, но в настройках при желании можно включить более приятный глазу SRGB режим, либо настроить баланс белого вручную. Из приятных мелочей отмечу также режим для чтения, существенно снижающий нагрузку на глаза. Едем дальше. Железо. Как было сказано еще в начале, внутри нашего героя установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 821, представленный 2,35 ГГц процессором и видеоускорителем Adreno 530. Оперативной памяти 6 ГБ хранилища может быть 64 или 128 ГБ без возможности расширения. Кому и зачем нужно 6 ГБ ОЗУ и когда такой объем оперативы будет реальной необходимостью, не ясно. Одно можно сказать точно, ее отгрузили с запасом и на ближайшие пару лет хватит точно. Беда лишь в том, что доплачивать за нее вам придется уже сейчас. Вернемся к производительности. Чего и стоило ожидать, работает смартфон крайне шустро. Интерфейс очень отзывчивый и реагирует на ваши действия буквально молниеносно. С играми тоже никаких проблем нет. World of Tanks Blitz лихо крутятся на максимальные графики. Другие игры вроде Need for Speed No Limits также ни капли не лагают и в полной мере радуют визуальными эффектами. Троттлинг здесь конечно же есть, ведь он заложен в инструкциях любого современного процессора. Но если вы не будете использовать OnePlus 3T как заменитель игровой консоли, то вы этого противного персонажа скорее всего не встретите. Во всяком случае, даже через полчаса игры в танке никаких проседаний FPS и прочих лагов я не заметил. Также практически не ощущается нагрев. Температура корпуса во время геймплея повышается, но незначительно и поэтому неудобства это явление не доставляет. Параллельно с установкой более энергоэффективного железа производитель нарастил аккумулятор до 3400 мАч. В итоге при более-менее активном использовании живем мы без малого 2 дня. Если на телефоне только то и делать, что играть, то за день посадить получится пару раз. Но при более умеренных нагрузках раньше вечера 2 дня проситься к зарядке мы не будем. Также из приятных моментов отмечу возможность включения режима Dose, который снижает до минимума расход энергии в простое. 1% за 5 часов это как по мне едва ли не больше чем ничего. Из плюшек отмечу быструю зарядку Dash Charge. С нуля до сотни мы заряжаемся за 55 минут. Решение шикарное, тут и добавить нечего. Вот бы еще батарею такая зарядка не гробила, цены бы ребятам из OnePlus не было. Переходим к мультимедийным возможностям. Звук устройства в наушниках скорее радует чем нет. Он мягкий, чистый, с легкими излишками баса. Неприятных уху искажений нет даже на максимальной громкости. С приходом седьмого Android появился эквалайзер, так что если вдруг вас не устроит звучание этого смартфона, настроить все можно из коробки без необходимости установки кастомного плеера. Динамик в смартфоне один и живет он на нижнем торце. Как и в случае с простой тройкой, это один из самых громких одиноких спикеров на рынке. И что не менее важно, звучит он значительно приятнее и шелковистее многих конкурентов. Рингтон вы услышите даже в метро, а будильник установленный на этом смартфоне без проблем подымет вас с первого раза, а не с пятого, как это бывает у меня с моим iPhone. Короче говоря, делая флагманский девайс, OnePlus на спикере не сэкономили и правильно сделали. Ну и в завершение мультимедийной темы немного поговорим о камерах. Основная представлена 16-мегапиксельным сенсором и объективом апертурой f2.0 с оптической стабилизацией изображения. Если сказать, что аппарат фоткает охрененно, это не сказать ничего. Даже в пасмурный день фотки получаются изумительные, деталей море, четкость картинки обалденная, цвета как в жизни. Шумы начинают проявляться только при съемке в помещении с не лучшим освещением. И то, если картинку сильно не зумировать, то вы их не увидите. HDR режим работает очень хорошо, но агрессивно, поэтому некоторые снимки получаются неестественными, с заметным градиентом возле контуров объектов. Также повышение динамического диапазона может включаться автоматически, в зависимости от контраста композиции. Благодаря грамотному софту работает эта функция как часы, поэтому в большинстве случаев переключатель HDR можно смело передать в руки автоматики. Видеокамера пишет в 4К. Качество очень хорошее, не в последнюю очередь благодаря оптической стабилизации изображения. Как всегда имеются артефакты при смене экспозиции, но так как это не болезнь, а эпидемия, которая коснулась почти всех смартфонов, сильно ругать 3T за это смысла нет. Фронтальная камера почему-то стала на порядок хуже, чем была в простой тройке. Если откровенно слабые снимки в помещении ей еще простить можно, то такую же бурду при съемке на улице в солнечный день нет. Если для вас селфи-пушка едва ли не самая важная составляющая смартфона, я бы присмотрелся к OnePlus 3. В нем фронталка значительно лучше. Поговорим о программном обеспечении. Устройство работает на OS Android 7.0, поверх которой в нашем случае установлен Oxygen OS версии 4.0.2. Система очень похожа на чистый зеленый робот по дизайну, но при этом ее функционал и возможности гораздо шире. Во-первых, здесь можно гибко настроить вид рабочих столов, включить шелф, быстрые поиски и жест для упрощения доступа к панели уведомлений, а также устанавливать темы и изменять размеры значков. В настройках устройства можно буквально потеряться, имеется возможность параметризации режима в уведомлении переключаемых упомянутым ранее триггером. В меню, посвященном кнопкам, помимо изменения их порядка, можно включить программные клавиши и добавить массу быстрых задач. Например, включение камеры по двойному нажатию и кнопки питания. В разделе с говорящим названием «Жесты» также есть много чего интересного. С погашенного экрана можно как пробудить смартфон, не касаясь кнопок, так и запустить камеру, фонарь или управлять музыкой. Очень полезным для всех станет карманный режим, который не позволит смартфону разблокироваться, когда он лежит у вас в брюках или куртке, что исключает вероятность звонков друзьям с таинственным шуршанием в трубке. В настройках экрана, помимо калибровки и ночного режима, о которых я уже рассказывал, имеются параметры темы системных меню. Здесь же включается Ambient Display, который загорается при получении новых уведомлений и не тухнет, пока вы не разблокируете смартфон. Поэтому пропущенный вызов проигнорить у вас не получится. Также вызвать черно-белый экран можно простым взмахиванием над устройством. Сама система работает, а кичистый Android не лагает, не тупит, не глючит и радует плавными анимациями даже спустя месяц плотного общения со смартфоном. Увы, большая часть сторонних оболочек на рынке на такие подвиги не способна. Подведем итог. OnePlus 3 был очень хорошим смартфоном, который опечаливал разве что не лучшей автономностью. Благодаря увеличенной батарее и новому энергоэффективному процессору обновленный аппарат стал жить немножечко дольше и теперь его спокойно хватает на полный рабочий день, без каких-либо условий или исключений. Камера здесь шикарная, экран не дает повода придраться. Аппаратная платформа одна из лучших на рынке, да и сканер отпечатков пальцев тоже далеко не самый медленный. Приправляет все это отлично сделанный стильный корпус и до идеала прилизанный софт. Стоит ли девайс своих 440 долларов? Да. Ни один китайский производитель не продает таких отточенных аппаратов, а бренды первого эшелона предлагают свои флагманы по более кусачей цене. Если бы я стоял перед выбором андроид смартфона для себя, я бы 100% восстановился именно на этом устройстве, что рекомендую сделать и вам. Ну и главный вопрос обзора, стоит ли переплачивать за Т-версию по сравнению с простой тройкой? Да, как минимум из-за более внушительной автономности. Ну и на этом у нас все. Ссылки на смартфон, а также линк на кэшбэк, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете, как всегда ждут вас в описании данного ролика на YouTube. С вами был Дмитрий Луценко, проект Ferum.com. Ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем делиться этим видео с друзьями, это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok